Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Алматы. Дневной выпуск новостей. В студии Дина Жанабекова и моя коллега Булбул Халнурхаза. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем выпуск. Почти на 46 миллионов тенге списали запчасти на предприятии «Богатырь Кумер». Факт крупного хищения бюджетных денег выявили в городе Экибастуз. Подозреваемые находятся под домашним арестом. Они признали свою вину и раскаялись в содеянном. Похищенные двигатели и КПП на грузовые автомашины изъяты. По факту ведется досудебное расследование. Преступная схема заключалась в подписании документов о списании запасных частей на автотранспортные средства, приобретении новых и имитацию их установки. Без новых запчастей техника выходила из строя и простаивала долгое время, а купленные запчасти вышеуказанные лица продавали. Партию контрабандных индийских лекарств под видом биологических активных добавок пытались провести в Казахстан. По информации Департамента госдоходов Алматы на таможенном посту ЖТСУ, задержали партию весом 356 килограмм в количестве более 54 тысяч штук в виде таблеток. Экспертиза установила, что товар был расфасован для розничной торговли. Согласно произведенным расчетам, таможенная стоимость товаров составила 43,4 миллиона тенге, сумма ущерба в бюджет составила 5,2 миллиона тенге. В действиях участников внешнеэкономической деятельности усматриваются признаки нарушения, предусмотренной статьей 234 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Экономическая контрабанда». В связи с чем материал направлен в ДР по городу Алматы для дальнейшего принятия процессуального решения. В стране вступил в силу приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на некоторые виды топлива. Согласно документу, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 составят до 205 тенге за литр, а стоимость дистоплива повысится до 295 тенге за литр. Как отметили в профильном ведомстве, установление новых предельных цен является вынужденной мерой. Это, в свою очередь, позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка. В Таразе задержали автоугонщика. Как сообщили в МВД, с заявлением об угоне в полицию обратился мужчина. По его словам, ранее он выставлял на сайте объявление о продаже транспорта. Несколько раз несколько мужчин приехали, чтобы посмотреть машину. Тем же вечером она исчезла. Сумма ущерба – 16 миллионов тенге. Впоследствии правоохранители задержали 27-летнего жителя Туркестана. Как выяснилось, подозреваемый во время осмотра установил специальные технические инструменты и ключ в авто. С помощью этого оборудования он угнал автомобиль в Туркестанскую область. Полицейские нашли машину во дворе одного из арендованных домов Арыси. Задержанный полностью признал свою вину и водворен в ИВС. Начато досудебное расследование. Касымжумар Токаев принял казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину. Сегодня звезда мирового масштаба и седьмая ракетка мира посетила Аккорду. Спортсменка рассказала президенту Казахстана о своих планах на предстоящие турниры. Глава государства, в свою очередь, поздравил теннисистку с блестящими выступлениями на Australian Open в Индиан Уэлсе и Майами, поблагодарив ее за высокий профессионализм и несгибаемую волю к победе. Президент также отметил, что победы казахстанских теннисистов способствуют популяризации данного вида спорта среди подрастающего поколения. Рыбакина поблагодарила президента за поддержку и искренние поздравления в момент ее побед. Она пообещала, что и впредь будет прикладывать все усилия для достижения успехов на престижных международных соревнованиях. Территорию озера Сайран реконструируют и благоустроят. Работы по модернизации планируют начать уже в августе этого года. Тем временем, до конца мая на водоеме уже завершится механическая очистка дна от иловых отложений. Об этом сообщил глава мегаполиса Ербулат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района. Аким отметил, что в рамках развития комфортной городской среды планируется отремонтировать сквер в микрорайоне Аксай-4. А на бульваре Шалова в микрорайоне Таугуль до конца текущего года создать современную пешеходную зону путем ограничения транспортного движения. Эти работы начнутся в июле. В центре внимания также общественная безопасность населения. Так, например, в местах массового скопления людей в районе дополнительно установят порядка 700 камер видеонаблюдения. В целях улучшения дорожной безопасности на улицах района функционирует 65 комплексов Сергек. Вместе с тем, в первом квартале текущего года завершена установка еще 84 комплексов Сергек и 484 камер на улицах района. Таким образом, общий охват комплексами Сергек в Ауэзовском районе будет доведен до почти 150 аппаратных комплексов. Помимо этого, улицу Жубаново пробьют до границы города. Уже получено положительное заключение госэкспертизы ПСД. На сегодня определены 307 участков, подлежащих выкупу. Также в районе ведется работа по строительству и модернизации сетей водоснабжения и канализации на четырех наиболее проблемных участках. Это микрорайоны Достык, Мамыр-4 и Квадрат, Сайна, Шаляпина, Жандосова, река Каргалинка. Реализация данных проектов до конца 2024 года позволит обеспечить качественным водоснабжением и канализацией более 11 тысяч жителей. На этот год также запланирован средний ремонт 14 улиц и сквозных проездов общей протяженностью более 12,5 километров. Работы начнутся в мае и будут завершены в ноябре. Отметим, что в текущем году бюджет на развитие Ауэзовского района был увеличен более чем в два раза до 24 миллиардов тенге. Кроме того, дополнительно выделено 875 миллионов тенге на программу «Бюджет участия». В рамках работы по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры продолжается благоустройство и ремонт 161 двора в микрорайонах 7, 8, 10, 12, 1901, 234. Завершить работы планируем в ноябре текущего года. Проведение благоустройства данных дворов коснется порядка 60 тысяч жителей, проживающих в данных микрорайонах. Высокий уровень загрязнения воздуха в восьми городах Казахстана наблюдают экологи. По данным Минэкологии, в Астане, Алматы, Караганде, Тимиртау, Атырау, Актубе, Балхаше и Усть-Каменогорске критические отметки. В Астане и Алматы основной процент загрязнения приходится на ТЭЦ, котельный, автотранспорт и частный сектор. В Усть-Каменогорске и Тимиртау страдают из эмиссий промышленности. В Актубе и Атрау портят воздух канализационно-очистные загрязнения. Для решения проблемы разработана дорожная карта. Она предусматривает более 400 мероприятий. Реализация мероприятий дорожной карты регионов к 2025 году позволит снизить показатель индексов загрязнения атмосферы в восьми городах с высокого уровня на средний. Построить семь новых канализационно-очистных станций, провести реконструкцию и модернизацию еще 12 старых. Возвести 24 новых полигона, а также провести рекультивацию и ликвидацию пяти переполненных полигонов. Решение проблем Каспия сегодня является одним из приоритетных направлений для ведомства. Уровень воды в море падает ежегодно. Периодически происходит замор рыбы и гибель тюленей. Благополучие водоема зависит от нескольких государств. В недалеком будущем в Казахстане планируют создать научный институт. Создается институт по изучению проблем Каспийского моря, который будет в взаимодействии с коллегами из других прикоспийских государств, решать этот вопрос, так как он выходит за рамки компетенции нашего государства. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск завершен. Не пропустите итоговые новости в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин